Результаты централизованного тестирования Елизаветы Кочеловской показали, девушка не зря отдавала учебе столько времени и сил. Вместе с аттестатом получилось более 320 баллов. А значит, есть большая вероятность стать студенткой факультета электронно-информационных системы, учиться за счет средств бюджета. Я узнала об этом в факультете из интернета. Также мне помогали родственники. Я здесь так рано, потому что я считаю, что потянуть с этим не стоит. Так же, как и Лиза, в первый день приема документов в Брестский государственный технический университет пришли 240 юношей и девушек. Цифра эта существенно выше прошлогодней. Всего в 2017-м в УЗИ планируют на все формы обучения набрать более полутора тысяч человек. В этом году принципиально новых специальностей мы не открывали, но на заочной сокращенной форме мы возобновили набор на специальность «Мелиорация и водное хозяйство», потому что в прошлом году мы не набирали, но за этот год мы провели работу и оказалось желающее достаточно много. Поэтому мы ожидаем, что будет набор. И две специальности – это теплогазоснабжение и вентиляция охранно-воздушного бассейна на заочно сокращенной форме и автомобильные дороги. Эти две специальности мы набираем на эту форму. По дневной форме обучения мы, наоборот, несколько специальностей не набираем в этом году. И среди нюансов у нас специальность «Мелиорация и водное хозяйство», она остро востребована в республике, поэтому на эту специальность, помимо того, что снижены пороговые значения централизованного тестирования до пяти баллов, помимо этого, возможно сдавать вступительные испытания у нас в университете. Серьезную специальность, связанную с физикой и математикой, в Брестском государственном университете имени Пушкина выбрала золотая медалистка Брещанка София Удовенко. Девушка мечтает стать педагогом. Я выбрала специальность физик-информатик. Об этой специальности я думала давно, с 8 класса примерно. Я уже определилась, что я поступлю именно сюда, хочу поступить именно сюда. Для меня это интересно тем, что, ну, во-первых, я очень люблю физику, а в нашем мире информатика – это важно, сейчас все автоматизируется, и, ну, это довольно будет потом востребованная профессия. В университете имени Пушкина в 2017 году, согласно плану набора, заветные студенческие билеты должны получить без малого 1300 человек. И, судя по первому дню приема, цифра вполне реальна. Вероятно, не последнюю роль при выборе вуза сыграло признание учебного заведения лидером в стране в области качества. Мы всегда, когда утверждаем контрольные цифры набора в министерстве, вместе с тем ориентируемся на запросы в той или иной специальности выпускников нашего университета. И в этом году были увеличены цифры набора для подготовки специалистов на физико-математическом факультете, на факультете дошкольного образования и на факультете психолого-педагогическом, а именно по специальности начальное образование. Это те специальности, которые очень востребованы на рынке труда. Прием на дневную бюджетную форму обучения продлится по 17 июля включительно. Комиссии работают с 9 утра до 6 часов вечера без обеда, в воскресенье – выходной. Следить за изменениями в количестве и качестве поданных заявлений можно в интернете, на сайтах учреждений высшего образования. К слову, там же есть список документов для поступления. Именно по нему стоит лишний раз проверить, все ли необходимые бумаги собраны. Анастасия Стропкова, Андрей Ищерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.